Объясню очень важную вещь, психологическую. Не стесняйтесь там делать свою презентацию. Не стесняйтесь бороться за свой успех до конца. Любое сказанное слово или действие в самый последний даже момент может изменить ситуацию. У меня был... Я просто много было примеров, но я приведу самый яркий. Он короткий и яркий. Стоит молодая девушка, она начинает понимать, что он ей отказывает, потому что он поднимает руку и начинает в ее сторону тянуть ее паспорт. И в этот момент, он еще как бы не сказал, он просто начинает это движение в ее сторону. Но она чувствует, что это значит отказ. Раз он мне тянет мой паспорт, значит это отказ. И она говорит фразу, а еще я школу с золотой медалью окончу. К туристической поездке, ну это вообще никакого отношения не имеет по большому счету. Но сама по себе информация хорошая, правда? Она характеризует эту девочку все-таки с хорошей стороны. Понимаете? То есть еще одна маленькая дополнительная характеристика к ее презентации, которую она делала. И вот она говорит эту фразу, консул опускает руку с паспорта обратно к себе и говорит, ваша виза одобрена и дает там ей другую бумажку. Понимаете? Одна правильная фраза может поменять его решение. Поэтому я к чему? Будьте инициативны, держите обратную связь с консулом, идите до конца, не позволяйте себе сдаваться раньше времени. Вот даже если консул, ну представим такой самый негативный момент, он говорит там, извините, я вот, все у вас там хорошо, но не могу сегодня вам выдать визу. И вот здесь, кстати, ваши документы могут сыграть дополнительную роль. Вы можете ему сказать, подождите, а вы же наши документы не посмотрели. И здесь вот раз эти документы достаете и начинаете, как бы пытаетесь ему туда. И уверяю вас, имеет смысл даже так сделать. Почему? Потому что вы все равно ничего не теряете. Вы же не ругаетесь с консулом, вы просто обращаете его внимание, что он не учел документы. Он их не спрашивал, он их не учел, начинает отказывать. А вы говорите, а вы же наши документы даже не посмотрели. И он вполне может взять ваши документы в руки, ему может стать стыдно даже за такое, как бы, развитие ситуации. Он начнет их смотреть, начнет с вами продолжать разговаривать и выдаст визу. Я это не просто с потолка взял. Так было. И не один раз. Понимаете? Вот я два примера привел. Консул хотел отказать. Сказал человек правильное слово и получил визу. Сделал правильное действие и сказал тоже правильные слова и получил визу. Продлил свое интервью и получил визу. Можно об этом долго рассказывать? Примеров масса. Но я просто к тому, что бейтесь, так скажем, да, играйте свою роль до конца. Да, вы от этого все равно ничего не проиграете, вы только выиграть можете. Но, с другой стороны, вы не ругаетесь там ни с кем. Вы ведете себя корректно. И к конусу вы должны искренне относиться с симпатией. Как бы плохо он не выглядел и как бы плохо он себя не вел. Вот нельзя к нему испытывать неприязнь. И уж тем более его нельзя бояться. Потому что это все чувствуется. Если вы, условно говоря, сидите и там два консула. Один хороший, другой плохой. И вы думаете, вот только бы не к этому плохому. Потому что он такой вообще страшный, черный-черный. Вот такой злой-злой-злой. Вот только бы не к нему, потому что такой мерзкий, отвратительный. И вот вы к нему попадаете, а вы уже к нему идете с такой вот характеристикой внутренней. Представляете, какое будет интервью? Отвратительное будет интервью, правда? Он на работе. Я его за это уважаю. И вообще он симпатяка. Потому что вот такая у него причесочка замечательная. Несмотря на то, что ему 100 лет, он еще так хорошо выглядит. И вот работает до сих пор. Найдите в нем какие-то плюсы и воспринимайте его через эти плюсы, чтобы у вас была к нему симпатия. Понимаете? Это помогает тоже вот на таком как бы подсознательном уровне выстроить как бы вот эту вот симпатию определенную. Потому что мы же тоже чувствуем других людей, когда они к нам плохо относятся. Чувствуем эти? Вот и здесь так работает. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok